Возможно и появление шестигранных облаков над Бермудским треугольником говорит о стремлении природы исправить ошибку и привести систему в равновесие. Вконтакте я там выкладывал ролик, телевидение подмазывается к догме Котлярова и там в кадре появляется прогноз погоды и нарисованы соты. А если внимательно посмотреть на этот кадр, то мы там видим голову Люцифера. Вы потом зайдете там, если есть желание, на мою страничку Вконтакте, а еще лучше зайти к Юрию Тимовскому на канал, у него там есть ролик, он общается там, Сергей зовут этого уважаемого человека. Видишь, вот один глаз, второй, вот у него ноздри. Да-да-да, совершенно верно. А знаешь, как это добились? Облака зеркалкой сделали. То есть одна сторона и вторая, они полностью зеркальные. Ой, вот этот замечательный человек. Спасибо, Сережа, что ты нам это все показал. И вот, что я заметил на канале «Россия-24», блок погода, блок новостей про погоду. Это фотография со спутника, которую показывает эта милая девушка. Вот в этом месте, где у меня сейчас видно стрелочка, курсор, очень четко видно, что зеркально отражено один и тот же рисунок. И получается вот такой какой-то знак, кому-то что-то передал, какую-то информацию. Либо просто сигнал того, что этот канал под нашим контролем. И вот за спиной у девушки то же самое. Зеркально отраженный рисунок. Подобные рисунки, подобные рисунки. Сейчас я покажу. Так, вы можете посмотреть с помощью зеркальных рисунков на канале моего коллеги Юрия. Он это очень хорошо рассказывает. Забыл, как ролик называется, но он напомнит. Там, где знаки НАСА, Роскосмоса и Канадского космического агентства, он с помощью зеркалов фотошопа показывает, что они не просто знаки, а несут еще дополнительный скрытый смысл. Так, с помощью также зеркального отражения в фотошопе какой-то автор роликов, не знаю, вот я тут нашел, есть ESP. Делает лица знаменитых людей. Вот здесь есть Рокфеллер, новый президент Соединенных Штатов, Папа Римский и Бейонси, знаменитости западной культуры. Вот он таким вот образом показывает, что их лица имеют какие-то скрытые знаки. Я не знаю, как это делается, но вот эти знаки очень сильно напоминают то, что мы видим на канале Россия 24. Вот в этом месте, где курсор у меня, вот линия симметрии и справа и слева один и тот же рисунок. И за спиной у девушки. То есть эти как бы рисунки похожи, какие-то демонические. Там можно разглядеть и козлов, и демонов, и баранов, и рога, и глаза. Ну вот. Какой-то такой вот рассказ про канал Россия 24, видимо, тоже находится под их контролем. То есть нам вещают новости те, кто контролирует или кому принадлежат подобного рода рисунки. То есть они контролируют новости. Может это такое же приветствие, как ребята, мы здесь, все в порядке, мы контролируем процесс информации. Может быть просто как-то так. На самом деле оно так и есть, потому что все чаще и чаще встречаются вот эти демонические символы, как от политиков, так и от актеров, от знаменитых личностей. И действительно, то есть нам внедряют, показывают одно вроде как бы погоду на этом фоне. А на самом деле все равно как бы у человека такое зрение, как это как 25-й кадр работает. Все равно мы улавливаем внутренне вот эти вот все рисунки, символы, знаки. Подсознательно улавливаем, сознательно нет. Осознанно нет, да. И 90, там не знаю, 5-97% людей не заметят этого. Просто посмотрят на красивую девушку, которая рассказывает про какие-то шестиугольники. Конечно, конечно. А о том, что это как минимум не фотография, сложно задуматься. Все доверяют. Да, вот поэтому я говорю, посмотрев твой ролик, мне очень понравился твой ход мыслей. Поэтому действительно, я очень всегда рад, когда люди начинают просыпаться, наблюдать такие вещи очевидные, которые действительно видны только тем, кто проснулся. Потому что иначе люди просто действительно, как ты сказал, смотрят на девушку, как она водит руками, показывают эти шестигранники какие-то в облаках. А на самом деле здесь совершенно другой смысл. Показывается то, чего обычные люди, которые спят, они не замечают просто-напросто. Я с тобой здесь полностью согласен. И еще люди не привыкли замечать того, что не входит в их обыденность. Они думают, что это погода на фоне фотографии со спутника. Им так сказали, значит, это так и есть. И они даже не подумают искать что-то, не совпадающее с тем, что им сказали. Да, согласен. Так оно есть. Это вот такие интересные наблюдения. Большое спасибо тебе, Сергей, за такие наблюдения. Потому что, я думаю, зрителям будет все-таки интересно. И в дальнейшем, уже когда будут смотреть какие-то передачи с этого канала, с других, люди начнут все-таки замечать то, что им вещают с экранов. То, что им подсознательно внедряют в мозг, так сказать, вот эти вот картинки, символы. И нас вот как бы готовят к какому-то такому интересному событию, скорее всего, демоническому. Потому что, что вот если посмотреть последние события открытия, Катарского тоннеля, сатанинские обряды нам показывают, символы показывают, вот эти вот действительно политики, пирамиды, козу вот этого козла Бафомета показывают. Вот такие вот картинки на фоне какого-то там простой погоды, каких-то вот этих выдуманных там аномальных облаков шестигранных. На самом деле, да, действительно, то есть, что-то происходит, и происходит это в мире именно духовном, то есть, какой-то вот сатанинский вот такой обряд, что ли. Да, они уже просто не стесняются. Да, уже в наглую показывают, потому что уже, видимо, то есть, люди перестали на самом деле замечать то, что им показывают. Они видят совершенно другое. И вот это вот уже на фоне всего этого они не замечают. вот эти реальные знаки, реальные символы. Скоро в открытую будут показывать пентаграммы, облик там, не знаю, рогатого сатаны. И все равно люди видеть этого не будут. Вот такие времена, скорее всего, наступают. О-о-о-о, видите, как оно бывает. По центральному каналу РФ на весь экран показывают Люцифера в прямом эфире. Кто его не видит? Ай, убежал. Девушка, уважаемая, у вас за спиной Люцифер находится. Девушка, уважаемая, у вас за спиной Люцифер находится. Держи. Держи. Продолжение следует...